МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этой пятницы расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И вначале коротко лишь о некоторых темах выпуска. Жители Долинки боятся спать из-за соседки-пироманки и клептоманки. Они уверены, что женщина подожгла уже 8 зданий. Как у себя дома? Видео с крысами на контейнерной площадке возмутило каргандинцев. Люди просят отреагировать СЭС. За вклад в жизнь города в Доме дружбы состоялось награждение лауреатов конкурса «Жана и Сындер». Жители Долинки боятся спать из-за соседки-пироманки и клептоманки. Они уверены, что женщина подожгла уже 8 зданий, в том числе 5 жилых домов. Ее ловили с поличным. Люди пишут заявления во все инстанции, но женщину отпускают. Почему такие дела списываются в номенклатуру? И есть ли способ обезопасить себя от подобных соседей? Выясняла Людмила Батюшкина. Я боюсь, что нас сожгут назад. Жители Долинки потеряли покой. Год назад в поселок переехала женщина с ребенком. За этот год на одной улице сгорели 5 домов, 2 гаража и сарай. Еще несколько раз соседи предотвращали пожары. Во всех случаях пожарные называли причиной поджоги. Последний был накануне. Женщину вместе с сыном даже ловили на месте преступления. Женщину не раз забирали в полицию, но отпускали, а дела списывали в номенклатуру. Жители пишут заявления во все инстанции, но соседка продолжает свою деятельность. На прежнем месте ее жительство якобы тоже сгорело от 2 дома. По словам жителей Долинки, не раз она была замечена и в кражах. Сегодня 23.11.23 год, 16.32. Вот эта девушка с мальчиком взяла козы на колбасном и положила в карман. Споймали ее на антикражных воротах, потому что ворота запищали. Начали ее досматривать, а у ней в куртке, в кармане дыра. И она в эту дыру закинула. Есть видео насчет одного дома. Видеодоказательство, где действительно она поджигает. На третий раз она уже полностью его сожгла до тла. Видели ее. Два раза ее гоняли из другого дома. Ее сосед видел, получается, и гонял ее. На третий раз он ее не увидел, она его сожгла. Понимаете, у меня трое детей. Мне тяжело. Я уже неделю не сплю. И куда она так же годится. Помогите нам, пожалуйста. Она поджигает дома. За сыном не глядит. Не смотрит. Сын везде лазит. Ворует. По словам психиатров, женщина определенно и их пациент с патологией в лечении. Замечено, что люди, страдающие пироманией, могут быть склонны к иклиптомании. Такой пациент должен находиться под наблюдением участкового психиатра. Как правило, такие состояния, они коморбитные. И они уже находятся, грубо говоря, на почве какого-то другого расстройства личности. В смысле, это вообще излечимо? Это излечимо. Во-первых, это нужно проводить и психотерапию, и медикаментозную терапию. Вкупе. По коллективному обращению жителей поселка Долинка в настоящий момент собирается материал с ходатайством суд о принудительном лечении данной гражданки. Лечение в психиатрических отделениях в Казахстане добровольное. Согласие должен дать сам пациент, либо его опекуны или родственники. Принудительное – только по решению суда. Вылечить пироманов возможно, но лечение длительное. Успех также зависит от возраста пациента, говорят врачи. Людмила Батюшкина, Шалкар Алтенбеков, Данил Заславский, Пятый канал. На центральной котельной в Саране завершаются строительно-монтажные работы. Уже начали установку необходимого оборудования. Между тем, в районе РТИ за счет частных инвестиций восстановили две многоэтажки. С рабочей поездкой в городе Спутники побывал глава региона. Подробности в репортаже. Монтаж оборудования на котлах номер 1 и 2 уже завершается. Глава региона осмотрел, как готовят к запуску новую котельную в Саране. Власти обещают, что следующий отопительный сезон именно она будет обогревать город Спутник. Уже от котельной до центрального теплового узла проложили порядка 12 километров трубопровода. Котлы нового поколения называются «Кипящий слой». Ну, это я просто не буду углубляться в технологии. Четыре котла. Каждый котел по 30 гигакалорий. Это до 120 гигакалорий. То есть, если даже в том случае, когда мы запустим котельную, она будет работать только один котел. Представляете, три котла будут стоять в резерве. К 135 жилым домам уже подведены теплопроводы. После завершения отопительного сезона начнут их подключать к новой котельной. Во дворах уже установили современные тепловые узлы, счетчики и другое необходимое оборудование. Вопросы коммунального характера поднимали и жители города Спутника на встрече с Акимом области. Люди интересовались, когда будет решена проблема бесхозных электросетей, каким домам подведут газ и как планируют развивать микрорайон РТИ. Запуск центральной котельной – это самый больной вопрос нашего города. Из года в год идет. Поэтому вот это первый вопрос. Второй вопрос, конечно, инфраструктура. Раз будут дома подниматься, нужно думать о детях, детский сад нужен. Побывал Аким области и в двух многоэтажках, которые восстановили за счет частных инвестиций в микрорайоне РТИ. Здесь часть квартир будет выкуплена для очередников. В общем, здесь уже заселены два дома из 23 подлежащих восстановлению. В общем, почти полсотни различных вопросов смогли задать главе региона жители города Сарань. Аким области также дал соответствующие поручения и проверил, как сделали дорогу протяженностью 1,3 километра возле школы-интерната номер 7. Ранее на нее жаловались родители и школьники. Дорогу по поручению Аким области привели в порядок, все работы завершили к началу учебного года. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. Пятый канал. В планах строительства насосной нет. История ЖК «Сапфир», подвалы которого топят канализационные стоки, получила продолжение. В отделе строительства разъяснили ситуацию с обслуживанием сетей, а санэпидемиология с фекальными водами. Ирина Вобещевич расскажет подробности. Это я точно знаю. Есть документ, подписанный еще в бытности Акимом города Аубакировым, Нурлану Ериквайовичу. В 2018 году подписали и передали на техническое обслуживание в Корсу. Во вчерашнем сюжете мы рассказывали о целом ряде новостроек в новом микрорайоне, который страдает от подтопления канализации. Больше всех страдает ЖК «Сапфир», где на метр в подвале и в коммерческих помещениях стоит зловонная жижа. Жители и застройщики винят власти, что до сих пор сети не на балансе. Сегодня в отделе строительства заявили, что прерогатива водного монополиста – справляться с подтоплением. В данный момент я не водник. Я не могу сейчас обследовать полностью протяженность трассы, так как мы передали техническое обслуживание в Корсу. Корсу сейчас занимается этим вопросом. Мяч на их стороне. Они получают выгоду, то есть по трассировке воды они получают определенную сумму, по канализации они получают определенную сумму. Значит, будьте добры, обслуживайте. Жители и застройщики уверены, что мощность канализационных сетей недостаточная для в разы увеличивающейся нагрузки в последние годы, и что необходимо строительство насосной. В Экимате ничего про планы возведения перекачивающего объекта не говорят. Не могу же отвечать за те вопросы, которые… Почему именно на эти сети подключили еще дополнительные дома? Это Корсу подключает. Они дают им техническую документацию о том, что данные сети могут обслуживать и этот первый дом, и второй дом, и третий, и десятый. Так вы же даете разрешение на ввод в эксплуатацию домов, разрешение на строительство, проектируете районы? В частные дома мы не даем согласия. Это уже совсем другие органы. Как жить в таком случае в домах с постоянными приливами фекалий в подвале? Требовать Скараганды Су исполнение обязательств. А то, чего боятся люди, а именно заразы, эпидемии, так тоже надо жаловаться, считают в управлении санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного обращения от населения к ним не поступало. Это, естественно, недопустимо. А к чему это может привести? Но это сказать очень трудно. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми и освещенными. Если какие-то происходят аварии, там должны эти аварии вовремя устраняться. Они должны устраняться той организации, в ведении которого находится данный дом. По словам санэпидемиологов, именно жителям надо писать к ним жалобы и указывать обслуживающую компанию либо застройщика в качестве виновника ненадлежащего состояния подвалов. Когда ответчиков начнут штрафовать, то, глядишь, и вопрос решаться будет быстрее. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ирина Вобещевич, Серег Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Как у себя дома. Видео с крысами на контейнерной площадке возмутило карагандинцев. Люди называют это нашествием и просят отреагировать. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области разъяснили ситуацию. Ирина Вобещевич с подробностями. Вот такое видео снято не где-нибудь в окрестностях Дели или Парижа, а у нас, в Караганде, на юго-востоке. Крысы облюбовали мусорную площадку и не боятся людей. Люди сокрушаются и требуют санитарные службы принять меры. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области пояснили, что обязательная дезинфекция или дератизация проводятся организациями санитарно-эпидемиологической службы только в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний человека и природных очагах инфекционных и паразитарных заболеваний. Услуги дератизации оказываются специализированными организациями, имеющими опыт работы в данной сфере с использованием разрешенных применению на территории Республики Казахстан препаратов. С целью недопущения отравления ядоприманками населению не рекомендуется самостоятельно проводить обработки против грызунов, необходимо прибегнуть к услугам дезинфекционных организаций. Добавили, что борьба с грызунами в полномочиях местных исполнительных органов. Из всех управляющих компаний вот есть там дом, этот дом, этот дом. По-моему, этим занимаюсь только я. Арман руководит управляющей компанией того дома «Шахтеров-25», жители которого забили тревогу. Говорит, что свой дом обезопасил немалые суммы, потратил с начала года на борьбу с переносчиками заразы. Но надо работать сообща. Как грибы вокруг растут новостройки, есть паркинги с кишащими крысами. Но никто из застройщиков не удосужился продумать контейнерную площадку. Воткнули эту сюда жители сами и облагородили. И она имеет одну стенку с детским полем, на котором каждый раз собирают дохлых крыс. Даже после публикации никто не приехал и не вычистил скопление мусора. Крысы стали наиболее заметны летом прошлого года. Они плодятся с бешеной скоростью. И чтобы не ждать начала вот этой эпидемии, нужно какие-то меры принимать. Раньше СС приезжала в начале года всегда. Они нам давали зерно под расписку. То есть мы получали зерно от них, раскладывали. И то есть проблем не было. Это было 2019-2020 год даже. Но 2020 год – это был последний год, когда мы получали от СС или от Акимата отраву для крыс. Арман намерен инициировать совместно с местным Акиматом собрание представителей всех домов в округе. Ведь, говорит он, там 100% есть крысы. И обсудить совместный план действий по уничтожению. Также намерен поднять вопрос возведения цивилизованного мусоросборочного пункта по ташкентскому типу. Если не начать действовать сейчас, то завтра и до эпидемии недалеко. Карагандинский Остап Бендер более 86 миллионов тенге выманил аферистов у жителей Караганды и проиграл их, делая ставки в букмекерской конторе. Так предпринимательница соблазнилась выгодным предложением поучаствовать в тендере по закупке компьютерного оборудования по смешным ценам. А в итоге лишилась своих денег. Условием предложенной сделки от афериста, втершегося в доверие, было перечисление денег на его банковский счет. Предпринимательница так и поступила, переведя 41,5 миллиона в тенге. Через некоторое время партнер перестал выходить на связь, прервав все контакты. Женщина, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Сыщики установили некого 23-летнего юриста одной из местных организаций, которой не стало отрицать содеянное, а еще признался, что хотел еще больше разбогатеть, делая букмекерские ставки. Однако полицейские установили причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам, но общую сумму более 68 миллионов тенге и вменяют ему мошенничество в особо крупном размере. В Караганде проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Главная его задача – это усиление охраны общественного порядка и профилактика правонарушений. Подробности в сюжете. Центральным отделом полиции города Караганды проводится работа по профилактике административных правонарушений, в связи с чем состоялась разъяснительная беседа с молодежью города на предмет соблюдения чистоты. Здравствуйте. Дену Центрального отдела полиции. У нас 20 ноября по 30-й проводится республиканское профилактическое мероприятие «Правопорядок», основной целью которой является профилактика. Всех видов правонарушений, начиная с выброса мусора. Поэтому мы сейчас сегодня проводим такие мероприятия. Ходим по улицам нашего сектора, активностей, во необходимости соблюдения чистоты, прежде всего, начиная из нас. Также сотрудниками полициями с целью информирования граждан были распространены буклеты с информацией о действиях мошенников. Следующим пунктом стало посещение семей, в которых кто-либо состоит на учете в местном отделении полиции. У мамы 16-летней Анжелики возникли проблемы, когда дочь стала вызывающе одеваться и запустила учебу. Попытки родителей исправить ситуацию остались безрезультатными. По словам мамы, если бы не инспектор группы ювенальной полиции Айгерим Буранбай, то ситуация могла бы ухудшиться. Сейчас ее дочь стала хорошо учиться и даже получает стипендию. Скажу, что нормально, уже на исправление пошла. Не скажу, что прям совсем, но... А причины какие были? Одевалась, во-первых, вульгарно. Не могли добиться того, чтобы одевалась нормально. Потому что все-таки она девочка сейчас, знаете, какое время. Не дай бог, где-то кто-то подойдет, по спине ударит, унесет, утащит и потом еще и священ. Бесполезно было, разговаривали сами когда, то есть нас не слушала. Сейчас, допустим, она уже нормально, адекватно начала одеваться. Штаны одевает, брючки, как положено, кофточки. Айгерим Сериковна, ей спасибо за все. Потому что, я не знаю, побольше таких людей, добросовестных работников вашей полиции, чтобы постоянно была вот такая вспомогательная помощь. Этот человек действительно помог. Также начальник Центрального отдела полиции Дауренко Рибаев посетил ряд других семей, которым в свое время была оказана помощь. А также порекомендовал семьям, как им себя вести в сложившихся ситуациях, чтобы в будущем такого не повторилось. Максим Трезуб, Николай Шевелев, 5 канал. Более 70 государственных, частных и общественных организаций региона приняли участие в фестивале «Карьеры-2023», прошедшем накануне в Карагандинском университете Каспотребсоюза. На нем побывал и наш корреспондент Роберт Граф. Фестиваль «Карьеры» в Карагандинском университете Каспотребсоюза «Путь к успеху» начинается здесь. И если выпускники университета определяются в своей профессиональной траектории, то работодателям открывается уникальный шанс найти профессиональных кадров для своего предприятия. Поэтому и вы, и мы имеем здесь обоюдное желание, стремление реализовать цель нашего государства, цель любой компании. Мы не на выгоду работаем. Есть такое мнение, выгоду, прибыль только иметь. Нет, в первую очередь надо думать о благополучии общества. На общество, на государство. Когда государство вам отвечает. Фестиваль «Карьеры» – это не только способ найти работу или место для практики для молодых специалистов, но и шанс для работодателей укрепить кадровый резерв компании. Мы нацелены на то, что в будущем, трудоустраивать нашу фирму, образованных, нацеленных на достижение результатов специалистов молодых. Потому что молодые специалисты – это будущее нашей страны и в нашей сфере именно в социальной. Мы, главное, ищем студентов, выпускников, которые бы хотели работать у нас, и главное, чтобы они были ответственны, им нравилась своя работа. И, ну, в основном, хотелось бы, чтобы выпускники заканчивали, работали по своей профессии, потому что у нас очень, очень востребованная профессия экологии. И без преувеличения все студенты КЭУ соответствуют этим стандартам, понимая, что от выбора профессии зависит вся дальнейшая жизнь. Это очень интересно для студентов, потому что не все вакансии они могут посмотреть, допустим, на той же платформе, как HeadHunter, либо же, я не знаю, как еще студенты смотрят OLX, потому что в стенах университета студенты находятся всегда, когда они ходят на паре, и когда сюда приглашают людей, которые могут предложить нам какую-нибудь хорошую работу, это очень хорошо. Я считаю, нужно, потому что после универа они везде берут студентов без опыта работы, поэтому, мне кажется, это важно. Караганинский университет Каспотребсоюза обладатель четырех звезд превосходства по программе QSStars, один из ведущих вузов региона и Казахстана. В университете ведется подготовка молодых специалистов по аккредитованным образовательным программам, занимающим высокие позиции в республиканских рейтингах, включая престижный рейтинг Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Роберт Гравзул, Харнаис Махаев, Наталья Заяц, Пятый канал. В Доме дружбы состоялось награждение лауреатов конкурса «Жана и Семдер-2023». За вклад в жизнь города получили награды спортсмены, педагоги, соцработники, руководители карагандинских предприятий и лидеры мнений. Идея награждать карагандинцев, чей труд приносит пользу родному городу, появилась у руководства Ассоциации предпринимателей в 2007 году. И в этот раз церемония награждения прошла уже в 16-й раз. Это имиджевый проект. Такие проекты, я считаю, нужны, потому что самая главная цель – это труд людей, которых в каждодневной жизни мы их не видим, их труд незаметен. Но на самом деле, на самом деле, каждый из них на своем месте вносит огромный вклад в развитие нашего города. И это мы считаем, что это здорово, это замечательно. Основная цель конкурса – рассказать о людях труда, о представителях различных профессий, чей труд незаменим, но зачастую не очень заметен. У нас стандартно есть шесть номинаций. Это вся социальная сфера. В разные года мы, конечно же, меняли номинации. В каком-то году это были легенды профессии, мы популяризировали, показывали наших ветеранов. В какие-то года это были работники КСК. Благоустройство, архитекторы, дизайнеры, журналистов мы в каких-то годах отмечали. Затем, значит, в год детей, например, в прошлом году было посвящено году детей этот конкурс. То есть дети тоже вкладывают свой труд, свои хорошие учебы, своими спортивными достижениями, своими культурными достижениями. В нынешнем конкурсе за победу в номинациях «Милосердие» боролись работники социальной сферы. Спортсмены в номинации «Батыр», в номинации «Наставление» соревновались преподаватели. И музыканты в номинации «Вдохновение». Предприниматели и лидеры общественного мнения боролись за звание лучших в номинациях «Успех» и «Жизненная позиция». Мы специально придумали через конкурс главный приз, так называемый «Карагандинский Оскар». Поэтому победителям мы вручаем это. А самое главное, победители определяют сами карагандинцы путем голосования на сайте «Мы – карагандинцы». В этом году проголосовало почти 18 тысяч наших горожан. Во Дворце культуры Горняков состоялся музыкальный фестиваль, на который съехались молодые артисты со всего региона. Как прошли состязания Кюйши, расскажет тамерист Люга Былова. По случаю 205-летия со дня рождения Хурман-Газе во Дворце культуры Горняков стартовал областной музыкальный конкурс среди студентов Ки-Хазына. На фестиваль приехали около 80 участников. Для меня домбра именно тот инструмент, который сохраняет неразрывную связь времен. Произведения Хурман-Газе они отражают в какой-то степени его судьбу. Все композиторы говорили о чем-то важном и сокровенном. Когда я узнала об этом конкурсе, то, не задумываясь, решила принять участие. Я желаю всем успехов. Своё искусство со сцены Дворца Горняков покажут представители Абая, Каркарале, Шахана, Шахтинска, Балхаша, Карагандэ и районов области. Главная цель фестиваля – сохранить наследие предков в его первозданном виде. Искусство кюя – одно из ведущих жанров казахской музыкальной культуры. Домбровый кюй как жанр инструментальной музыки казахского народа является одним из уникальнейших феноменов традиционной культуры Казахстана. Главной целью конкурса является сохранение искусства кюя, демонстрация и популяризация национальных традиций, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация кюев-курмангазы среди населения и определение новых молодых талантов. Сегодня важно возродить молодейшее искусство кюя, говорят организаторы, и обещают в будущем расширить масштаб фестиваля. Стать абсолютным победителем Кубка мира по жиму лежа среди ветеранов и установить рекорд Азии по пауэрлифтингу. Занять второе место в силовом двоеборье и третье в абсолютной становой тяге. Для 64-летнего Рашида Бариева это не предел, а еще одна ступень к самосовершенствованию. Накануне спортсмен вернулся из Бишкека. На вокзале его встречала наша съемочная группа. Будь здоров, всегда здоров, обходись без докторов, своим телом занимайся. И в 64 будешь выглядеть так же, как Рашид Габтрахимович Бариев. Трехкратный чемпион Казахстана, восьмикратный чемпион Азии и двукратный рекордсмен Азии. Четырехкратный обладатель Кубка мира и к тому же чемпион Европы и Азии 2022 года и чемпион Европы 2023. А также человек, установивший семь мировых рекордов. Соревнования прошли успешно, участвовало более 500 человек, 8 стран участвовало. Атмосфера, как всегда обычно, доброжелательная, хорошая организация на высшем уровне. Индия, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Монголия, Россия. В основном вот эти вот страны были. Многих уже знаешь не по именам, а уже общаешься, здороваюсь, покуда не первые соревнования участвуем. Есть друзья-соперники. К соревнованиям ветеран казахстанского пауэрлифтинга готовился у себя дома, в оборудованном клубе в Прижахтинске, которому в этом году исполнилось 38 лет. И откуда вышли десятки титулованных спортсменов. Все финансовые расходы по поездке Бариев взял на себя. Главное – это выигранное первенство, а значит и спонсор, которого ищет чемпион, обязательно должен найтись. А пока поддержка от самых любимых и преданных болельщиков – семьи. Я с мужем уже живу 18 лет. Я очень довольна им. Он во всем мне как бы и помогает, и поддерживает. Очень любит внуков, особенно внучку. Ухаживает за ней как бы. Он даже скучает по ней. И тоже старается, чтобы она тоже занималась спортом. Он как опора для меня, как стена такая, что я могу надеяться на него, что он никогда не даст в обиду. Сейчас спортсмен немного отдохнет и приступит к подготовке к весеннему чемпионату Азии в Бишкеке. Впереди только побеждать, заниматься любимым делом и доказывать своим примером, как нужно жить. Обычно я себе говорю, не сдаваться, у меня все получится. Также я им говорю, всем им мера добра, пускай занимаются, не обязательно пауэрлифтингом, пускай занимаются спортом, делают зарядку, быть здоровым – это просто здорово. Роберт Граф, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, Пятый канал. Такова информационная картина этой пятницы. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, желаю хороших выходных и передаю слово Сабине Палатовой. Она представит информацию о явлениях погоды на выходные и предстоящую неделю. Здравствуйте, в студии Сабина Палатова. Спонсор прогноза погоды – меховой салон «Вятка Фурс». На этих выходных в Караганде ожидается переменная облачность, возможные осадки. Днем температура воздуха прогреется до плюс 4 градусов. В ночное время ожидается снижение температуры до 3 градусов ниже нуля. Ветер западный с переходом на южный – 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 710 миллиметров ртутного столба. В предстоящую неделю синоптики прогнозируют облачную погоду. Во второй половине недели ожидается дождь со снегом. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 6, плюс 8 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 15 метров в секунду. Средний показатель атмосферного давления – 715 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – меховой салон «Вятка Фурс». Желает вам хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на пятом. Не можете устоять перед искушением? И не надо! «Вятки Фурс» и только 5 дней. При покупке всего одной шубы вы получаете вторую шубу, норковую шапку, пуховик и демисезонную куртку. Подарок! Беспроцентная рассрочка, бесконечный праздник, огромный ассортимент и целый гардероб. Подарок ждет вас «Вятка Фурс». Ждем вас ежедневно с 10 до 20.00 в ТЦ «Арбат» слева от «Сума». Субтитры подогнали Симон. Субтитры создавал DimaTorzok